Продолжение следует... Средней Латгальской профессиональной средней школы воспитанники этого учебного заведения могли бы продолжить учебу в Прекульском техникуме, который находится на расстоянии более 200 километров. Но как учителям, так и молодежи такая идея кажется нереальной. Расстояние большое, затраты большие. Домой смогу ездить только раз в месяц, а может реже. Я слышала о такой идее, но я против. Во-первых, у меня маленький ребенок, и я здесь живу. А если школу закроют, то я буду сидеть дома и учебу не продолжу. В Прекуле это слишком далеко. Средняя Латгальская профессиональная средняя школа — это фактически два учебных заведения, которые находятся в Виште и Яунаглоне. Общее число учеников — 480. Однако очно за средства госбюджета учатся всего 220. А это, по мнению Министерства образования, очень мало. В школе работают 48 педагогов. Учителя уверены, в Прекульском техникуме работы для них не найдется. Насколько знаю, по неофициальной информации, одно рабочее место есть. Остальным что делать? Заключение простое. Остальные пополнят армию безработных. Когда отсюда уйдут дети и учителя, поселок техникум Овишки потеряет свою опору. И еще один городок опустеет. Сейчас Министерство образования проводит переговоры с самоуправлениями Даугавпилского и Агландского краев о возможном перенятии обеих школ. Ответ должен быть получен до конца недели. Африканская чума свиней не отступает. Новости о новых случаях заболевания приходят регулярно. Инфекция уже обнаружена и в властях, ранее не тронутых болезнью. Самая неблагополучная ситуация в Видземе. Уже прозвучала версия, что весной можно ждать новую вспышку заболевания. За последние три недели у двух кабанов, застреленных охотничьим коллективом Амбели, обнаружена африканская чума свиней. Вспышку болезни можно объяснить гоном кабанов, который обычно происходит в конце ноября и декабря. Санцы кабанов присоединяются к кочующему стаду. Во время гона они больше передвигаются, уходят со своей территории, заходят на чужую и стада смешиваются. За два месяца этого года в Видземе и Латгале констатированы 43 случаи африканской чумы свиней. Болезнь распространена в 17 властях восьми краев. В власти Ренсене найдены 13 мертвых кабанов. Раньше такого большого падежа не было, говорят в ПВС. Там же считают, эту инфекцию не так легко победить. Один из самых важных факторов – это контактный перенос. Кабаны между собой контактируют, но как это к домашним свиньям попадает, нужно еще выяснить. У меня есть личное мнение, что здесь большую роль играют насекомые, но это не доказано. В популяции домашних свиней последний случай заболевания африканской чумой свиней зарегистрировано в сентябре. Но продовольственная ветеринарная служба призывает по-прежнему соблюдать правила биобезопасности. Около полутора тысяч автоводителей приняли участие в бесплатных курсах по безопасному вождению в зимних условиях, сообщает служба дорожного движения. Четыре недели занятия проходили на трассе Бикернике в Риге, а в феврале такие занятия начались в Резекне, Гулбене и Валмире. Валмире занятий по безопасному вождению проходит на старом летном поле. И это самое подходящее место для создания постоянной тренировочной базы. Мы с инструктором попробовали два раза проехать змейку на скорости 50 км в час. Было довольно весело. Сперва у меня ничего не получалось. Вышла со второго раза. Чтобы осуществить идею постоянных занятий, сейчас ищут варианты, кто и за какие средства будет это реализовывать. Есть такая идея, чтобы с началом следующей зимы обучение проходило регулярно. Но нужно смотреть, как это будет, на базе какой автошколы, и тогда с нашей помощью это можно было бы осуществить. В ЦСДД подчеркивают, если такие тренировочные базы удастся сделать во всех регионах, то это будет первый шаг на пути к введению обязательных уроков безопасной езды в автошколах. Автошколы пока не готовы. Мы в позиции старта, чтобы что-то пробовать и развивать эту идею. Я уже несколько лет об этом мечтаю, чтобы что-то подобное проходило. Одна из причин ДТП. Но, как уверяется СДД, только автоводители за это винить не нужно. На данный момент единственное постоянное место, где под руководством профессиональных инструкторов водители могут улучшать свои навыки в зимних условиях, это полигон в крае Ропожи. Но не все могут туда поехать. Потому необходимо думать, как эту услугу ввести и в других регионах. Продолжение следует...